Приветствую, дамы и господа! Продолжаем фьюз базы данных, в прошлый раз мы с вами кратко напомню, что когда мы храним информацию в базе данных, нам необходимо средство какого-то быстрого доступа. Поскольку в запросах можно показать произвольное выражение достаточно сложное, то, например, нам может понадобиться быстро найти запись, у которого в определенное поле, строка начинается с буквы, числа, то есть в диапазоне, или более сложный запрос. И для того, чтобы этот процесс опубликовать специальные структуры данных, которые называются индексы, и создаются помады или индексы. Имя. О, таблица, в скобочках, на самом деле здесь может быть выражение. Мы с вами обсудили, что выражение может представлять собой просто одно поле, может представлять собой список полей через запятую, а может представлять собой произвольное выражение. Например, типичный прием – это арка какого-то функции, переводящая регистр строку, для того, чтобы можно было осуществлять поиск, независимо от регистра. Но осуществлять его и так можно, чтобы быстро можно было осуществлять. Естественно, если вы здесь не пишете сложное выражение, то перед оптимизатором состоящая задача немного усложнится. Вот, например, если вы здесь написали А плюс Б, и написали в том заправке что-то В, там, А плюс С плюс Б равняется, там, 5, то вот, ну, СУБД может, если сумеет, алгебрически преобразовать выражение, догадаться, что вот надо С перенести вправо, и тогда ПА плюс Б, у нас есть индекс, и тогда мы можем найти быстро. Тот факт, что мы хотим делать такие преобразования, накладывает определенные ограничения на язык. В частности, мы с вами уже сталкивались, ну, я несколько раз повторял про ситуацию, отсутствие частичного выполнения энда и ора, да, и вообще всякой гарантии порядка вычислений относительно любых операций, которые в Искуэре проделываются, именно для того, чтобы, ну, достаточно мощный движок вот это умел. Индекса, соответственно, на одну и тому же таблицу можно создавать много. При создании индексов мы, ну, потенциально выигрываем в преимущественности различных запросов, выигрываем ли они фактически или нет, можно узнать, ну, конечно, экспериментально, да, можно узнать при помощи команд, которые в разных СУБДе выглядят по-разному, очень стандартные, но они позволяют вывести конкретный клан запросов, да, и тоже, мы с вами уже говорили, что там в некоторых, ну, например, в SQLite это называется, в некоторых сублетах это называется ShowPlan, ну, и, в общем, всякие такого терминологии. Кстати, в SQLite, я не знаю, кто-нибудь X-Plane пробовал писать, там, по-моему, X-Plane выводит вообще не план запроса, а такую программу на внутренней виртуальной машине, поскольку вот SQL – это интерпретатор, да, интерпретируемый язык, то большинство СУБД, ну, транслирует SQL в какой-то внутренний, ну, там, во что-то наподобие виртуальной машины. Эта виртуальная машина может быть, ну, вот, просто такая, скажем, опубликованная, ну, в явном виде являющейся частью документации, хотя ими не популярной, например, на SQLite. Это может быть очень специфическая, вот, например, есть такая СУБД по SQL, она когда-то была построена вокруг, ну, это не все виртуальные машины, но такая система функциональных вычислений, которая называлась rules-правил. То есть это был университетский исследовательский проект, и разработчики сказали, а вот мы придумали новый способ, как конструировать язык-запрос. И это не придумали, у них там был свой синтез, есть своя семантика, что немаловажно особенно, и они, ну, это исследовательский проект запустили, вот выложили в open source, и первые годы в Postgres SQL везде было написано, что вот мы пишем как бы select, а он на самом деле транслируется в этот внутренний язык, и половина документации как бы опирается на внутренний язык. Я сегодня специально поискал, я сумел найти в пункте там что-то 45.3, где-то там в глубине документации Postgres, упоминание о том, что да, это все еще до сих пор работает, но это считается такая уже маловажная, скрытая, очень спокойная деталь. Вот, и поэтому вот на примерной SQLite там есть вот x-plate и что-то x-plate, 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 по-моему, я не помню. Он вот так. Ну, имеется в виду, что это префикс, а дальше идет select, и дальше как обычно. И вот этот префикс вместо выполнения оператора показывает именно такую высокоуровневую построительность действий, чтобы взять данные из этой таблицы при помощи индекса найти в той таблице, потом, например, сделать joint при помощи такого-то и такого-то алгоритма и так далее. Ну и, в общем, вот в разных SQLite, в SQLite, в SQLite это показывается в виде такой, как виртуальной таблицы, для этот план можно находить места, где, например, не используются индексов, и создавать индекс, который в этом месте пригодится. Создание индексов помимо положительного влияния на производительность оказывает также и отрицательное влияние на производительность. То есть в каком случае такое будет? Ну, когда неправильно стоит. Ну, неправильно это такое, как? Что значит неправильно? Ну, не совсем логично. Ну, смотрите, во-первых, СУБД старается. То есть бывает такое, что индекс, ну, например, слишком низкой специфичности, да, мы об этом тоже с вами говорим, и его применить, например, если индексировать людей по полу, да, то это плохой индекс. Но дело в том, что плохие индексы СУБД старается и сама не использовать. То есть надо мало того, что индексировать людей по полу, а еще и как-то убедить СУБД, что вот, ну, все-таки использует этот индекс. Ну, частично это бывает, когда, ну, когда у нас статистика неудачная, да, то есть существуют у многих СУБД команды типа Analyze, или у нас по-разному они записываются. Как бы движок СУБД должен бы автоматически обновлять свою внутреннюю статистику прозрачно для пользователей, но это не всегда у него получается, да, потому что такое обновление статистики, его же, ну, оно само съедает часть производительности, да, вот если у нас нагруженный сервер, то к нему проявляются противоположные требования. С одной стороны, он не должен тратить лишних операций на то, чтобы какую-то там гистограмму обновить, да, но с другой стороны, если он долго не будет тратить этих операций, то, ну, со временем его производительность деградима. Поэтому у большинства СУБД есть ручные способы, ну, там, некоторые называются там Show Statistics, некоторых Analyze, и это команда, которая, ну, просто пробегается линейно по таблице, и считает, сколько же там, ну, вот, строят там инстаграммы, вот это все, что мы обсуждали на прошлом канале. Теоретически, по словам, некоторые запросы могут стать лучше, потому что их планы изменятся. Некоторые СУБД обладают синтаксом, но он суперспецифичный для СУБД, то есть сказать, нет, вот прям вот так делай. Это считается очень плохой идеей, то есть, ну, тут ситуация такая, да, вот у вас там огромная компания, да, то есть это такой хак самого такого, как бы грубого уровня, вот, но вот у вас там продакшн сервер, там, не знаю, какой-нибудь филинг в УТС, вот такой масштаб. Это, кстати, довольно, ну, относительно реальная ситуация. Я, ну, так сидел рядом с людьми, которые это делали, то есть непосредственно я участвовал, ну, вот были там знакомые, да, и вот проблема. У нас, ну, достигнут некий предел производительности, вот указанных серверов, да, и да, мы там со временем там закупим, со временем обновим, но у пользователей звонки не проходят сейчас. Им надо срочно что-то делать. И вот если мы заметили, что, ну, а запрос, это же там корпоративная информационная система, и, ну, что такое изменить вскоре запросы? То есть это нужно согласовать в некотором смысле. Ну, там, с программистами, с разработчиками, это в самом ядре. То есть это запрос, который определяет, сколько же рублей сняли с вашего счета вот за этот звонок. И его, ну, он на самом деле очень сложный, длинный, он сложный не в том смысле, что это какая-то скрутая математика, а в том смысле, что, ну, у нас есть там 500 тарифных планов со тысячей условий, вот это все мы должны учить. И вот мы на него смотрим и говорим, вот в этом месте вот мы поднимем насильно, ставим вот такую вот операцию, и следующую неделю наш сервер еще протянет, благодаря вот этому хаку. Ну, а потом еще не сделаем. А потом все про это забывают, и через два года, значит, при следующей emergency кто-то залазит и говорит, ёлки-палки, почему здесь захарткоженный план, который уже давно устарел, то есть на тот момент это было спасение, а потом это стало неактуально. Это, ну, во всем программирование это бывает, например, в SQL-е такой достаточно любопытный. Значит, мы можем до некоторой степени влиять на план запроса при помощи все-таки исходника SQL-а. Ну, каким способом? Ну, это тоже все при помощи хака. Там, например, можем сказать, а знаете, давайте мы напишем что-нибудь вот такое, там, я не знаю, c умножить на один. Потому что мы знаем, то есть, например, мы не хотим этого применять, а там плохой не хотим. Потому что мы знаем, например, что в нашей SUBD оптимизатор умножение не вытаскивает. Ну, в смысле, вот алгоритм, который применён, то есть это тоже вообще такое низкоуровневое знание, которое, естественно, в коментации мне не прописано, ну, вот вы, может, если там на стековых слов пишите, написано, вот SUBD такой-то, вот как вот заставить не использовать СИБД. И там надписи какие-то, вот сделайте вот так, вы сделаете cast, напишите вот так, cast, там, x, ну, что-нибудь, integer, да? И тогда, в смысле, если x и так, integer, хоть только S. То есть x в смысле целое число, мы просто навесим на него бесполезный cast, чтобы активизатор подумал, что мы делаем что-то хитрое, и отказался оптимизировать это. Вот. Но это не главная проблема с индексами. А какой ещё источник негативного влияния на производительность могут, почему индексы могут негативно влиять на производительность ещё? Нормальные индексы. То есть это всё, грубо говоря, это вся история про то, что мы запрограммировали не совсем правильно, надо программировать лучше. А вот если мы запрограммировали всё правильно и всё равно, какая проблема у нас возникает? Да, дело в том, что данные-то в базе данных надо ещё и обновлять, а не только считывать. И в этот момент оказывается, что каждая вставка записи или там обновление, она вынуждена обновить все индексы, в которых эта запись так или иначе участвует. А это значит, что, ну, грубо говоря, вместо «от» технички, тут, конечно, я сильно упрощаю, да, но тут положено, тут тупая таблица, просто файл подряд запись. Вот мы добавили запись, ну, это одно действие, да, мы уже написали в конец. А если у нас там куча индексов, нам нужно там по деревьям бегать, там в кэш таблице лазить, там в зависимости от типа индексов. Это достаточно. Ну, это такой накапливающийся эффект, который вначале не чувствуется, потому что все-таки все очень быстро, а потом, когда у нас индексов 50, возникает проблема, потому что очень трудно, ну как, ведь эти индексы были созданы для чего-то, если мы просто один из них выкинем, то есть мы говорим, вот окей, вот мы создаем 51 индекс, все, значит, ставка стала медленно, вот у нас есть магазин, да, вот он, который будет товарами, и все там хорошо, аналитика считается, учет ведется, но на кассах начинает подвисать, то есть вот мы кассет пробиваем товары, а у него там одну десятую секунду, две десятых секунды, пять десятых секунды, одну секунду, две секунды, висит терминал, прежде чем принять транзакцию. Ну и вот он уже как-то что-то довольно долго висит, да, уже начинает некое недовольство возникать, а мы не можем просто взять и отключить индекс, ну как бы можем, где-то в другом месте что-то зависит, да, и, соответственно, тут возникают уже всякие интересные инженерные решения, естественно, можно распределенные СУБД, можно разделять таблицы, вот, то есть, например, вполне реалистическая ситуация, когда у нас есть какая-то красивая схема СУБД, которая отражает как бы реальный мир в математическом смысле. А потом мы говорим, ну вот у нас, например, есть таблица продаж, и у нас есть отдельная таблица свежих продаж, и таблица свежих продаж в таблицу продаж перекидывается в полночь, а до тех пор, ну вот это разные таблицы, у них разные индексы, и, ну понятно, производительность одной на другую не влияет. Вот, мы с вами когда будем говорить про свою данную систему, я вам приведу несколько интересных, ну таких, завуалированных реалистичных примеров на эту тему, но вот то, что я говорю, это прямо так на самом деле и делаем. Окей. Ну, как я уже говорил, индексы по типу структуры данных могут различаться. Некоторые СУБД говорят, поддерживают дополнительно вот здесь вот, например, ну как минимум многие поддерживают клей не индекс, да, а некоторые поддерживают клей хэш-индекс, клей, ну вообще всякие дополнительные ключевые слова. И поскольку вот индексы физически хранятся часто отдельно от данных, то есть, ну где-то в другой части диска или памяти, то к ним может применяться, ну, различная оптимизация, но это же на уровне движка особенно. Например, предположим, что у нас имеется строка, и мы эту строку храним в индексе в виде дерева. И, значит, вот у нас есть строки. Положим, что это какие-то там фамилии или что-нибудь. Вот, в общем, вот есть строки, да. И, значит, когда мы превращаем их в дерево, мы дерево можем построить в виде, ну, прескрасного дерева, помните? Не помните? Прескрасное дерево, это что такое? Ну, тогда у нас а, b, c, d, c, d, x, Ну, и давайте еще отцепим, потому что не селее дерево было, а то вот какое-то получилось скучное. Ну, вот что-то такое, да? Ну, понятно, что здесь происходит. Знамя дерева являются не сами строки целиком, а отдельные. Ну, давайте на символы, да, например, мы можем сжать, мы можем, например, обнаружить, что вот здесь есть еще какая-нибудь строка, но у них префиксовался, и мы вот это вот все можем хранить в одном узле, а не видеть скотч. Вот это типичная структура данных, которая используется в СВД. Что она нам дает, помимо, ну, такого же алгоритма? То есть понятно, что, кстати, время поиска по такой структуре, на самом деле, чему равно довольно любопытно? Какая алгоритмическая сложность поиска по такой структуре? Ну, мы с вами проходили эту структуру. Вот назад практически. В теме строки. Там это очень похоже на Борн. Ну, в смысле, это практически. И математически то же самое, но разница. Не знаю, как реализация. Какая, сколько нужно времени, чтобы найти строк? Ну, да. Сколько? Н-у-ген. Ничего себе, н-у-ген. Это хуже, чем н. Н- это поиск линейного массива. Значит, длина дерева, точнее высота. Так. Высота дерева, а лог от чего? А почему высота этого дерева лог от количества элементов? Здесь я что-нибудь про лог. Ну, сколько нужно действий? Вы представляете себе, как выглядит код, который, поэтому, вы можете написать код, который по такой структуре ищет? Максимальный. Правильно. Ну, там, максимальный. О от М, где М – это длина строки. А классическое бинарное дерево, оно дает О от М умножить на лог Н, где М – это длина строки, а Н – это высота дерева. Потому что, ну, то есть мы говорим в бинарном дереве О от лог Н, ну, операции сравнения, каких-то, да, мы считаем, что операция сравнения за единичку делается. А если операция сравнения именно с дорогая, например, это длинные строки, они же не такие короткие, да, это может быть адрес какой-нибудь или там, не знаю, текст сочинения или вообще картинка. Ну, картинки, очевидно, по подстройке нет смысла искать, да. Но, соответственно, возникает, ну, неожиданная засада вот здесь. И эту засаду можно, например, решить вот так. Достигнув, ну, довольно существенного роста производительности на реальном значении и так далее, да. То есть есть множество приемов напрямую связанных не зря просто алгоритм. Вот это алгоритм и структуры данных. С УБД очень много алгоритмов и структуры данных, в смысле, это область исследований, является, ну, получает там прямой отпуск. Окей. Существуют, кроме этого, дополнительные типы индексов. Ну, наиболее популярный, так называем, полнотекстовый индекс. Мы про них еще, похоже, поговорим отдельно, может быть. Которые, ну, предназначены, как следует из названия, для поиска под строки в строке. Вот нормальный индекс, вот по такому индексу можно искать строку. Можно искать диапазон, то же самое левым, правым под деревом. Можно искать префикс, ну, в смысле, строки с данным префиксом. Очень удобно искать строки с данным префиксом. А вот строки, содержащие данную под строку, нельзя искать. Не поможет. Типичная совершенно задача, у нас в базе данных лежит куча текста, и нужно найти все тексты, содержащие данное слово. Вот классическими индексами не решается никак. Соответственно, существует, ну, во-первых, отдельный класс, раньше это был отдельный класс программного отвечения, системы быстрого поиска текста. Они до сих пор есть, то есть специализированные как бы базы данных, которые вот умеют именно просто вне структуренки. Но большинство современных СУБД как бы эту функциональность в себя инкорпорировали, то есть подключили там библиотеки, и, в общем, там степень интеграции различна, можно проследить исторически вот за последние там десятилетия. Сначала это была какая-то опция дополнительная, вот поверх нашей СУБД можно поставить систему, у нас есть плагин, потом эта система, ну, как бы в дефолтной поставке можно включить. Сейчас многие СУБД, вот тоже прогресс, они, ну, просто сразу при инсталляции имеют такого. Соответственно, мы создаем имерс типа хаутец, и он позволяет искать, ну, не по произвольной подстроке, да, там обычно нужно разделить по слову. Почему по слову лучше, чем по произвольной подстроке? Потому что это позволяет нам, ну, грубо говоря, разбить текст на слова заранее при индексации, и вот именно слова использовать в качестве строк, в качестве вот точек вхождения как угодно. Если мы разрешим в качестве точки вхождения использовать произвольную подстроку, то это существенно увеличит объем индекса. То есть, грубо говоря, простейшая идея. Давайте мы построим дерево из всех возможных суффиксов, всех возможных слов, которые у нас встретились. Загоним в такую же структуру и будем потом искать. Это очень простая идея, но очевидно, что, ну, она довольно сильно бьет по объему. Производительность не страдает, кстати, матери, да, то есть мы можем столь же быстро искать произвольную подстроку, как и всю строку. Но вот объем информации, ну, довольно-таки сильный, вот как бы, ну, так в некотором смысле квадратичный получается, если резать по словам, то немножко легче. Поэтому большинство систем полнотекстового поиска, они требуют от пользователя указать, что он считает словом, например, последовательность символов распределенных пробелов, да, и только вот, ну, слово можно искать только с начала слова, то есть можно отпустить окончание, нельзя, нельзя опустить, ну, префикс, приставку. Значит, окей, ну вот примерно пока что, я думаю, про индекс достаточно. Естественно, индексы можно, ну, там, клеить, дроп, там, в общем-то, как можно еще делать. Рассмотрим следующую тему. Это, что значит, не перескует. А, не перескует. Сначала еще дает апдейт. Изменения, в общем. Изменения. Изменения. Изменения Нигде. Изменения. Да. Изменения. Значит, что у нас для этого есть? У нас есть оператор апдейт. После которого идет сет. Такой. Значит, апдейт таблица. Сет поле равно выражению, запятая и многоточие, так много раз. Значит, например, берем сотрудников, сет, там в селлари равняется селлари плюс 10. У операции апдейт может быть предложение В. Можно конкретного сотрудника осчастливить. Предложений сет может быть много. Какие здесь интересные моменты? Во-первых, любопытно, что... Как вы думаете, что будет? В смысле, у вас предложение сет, мы можем попытаться притвориться, что мы питом. Это допустимый синтексис, но что он сделает? Короче, в обоих записано значение В, и В будет записано значение В. Это то же самое. Да, на самом деле, действительно, здесь вот есть исключение. Я вам только что говорил, что в этой ситуации он борется против установления порядка операции, но вот в этом месте он не борется. То есть операция выполняется слева направо, и поэтому это не обменяет значение перемены. Вот. Ну, это редко, когда нужно, но бывает. То есть, в смысле, как нужно, редко с ним сталкиваюсь, но бывает. Значит, дальше. У апдейта может быть предложение Ордер Бай. Ну, в некоторых СБД, по крайней мере. Который управляет порядком применения этой операции. Почему этот порядок может быть важен? Ну, в зависимости от того, какую уклонку сначала хотим поменять. Ну, короче, как мы хотим поменять. Да, почему нам не все равно. В зависимости от задачи. Ну, это такой тавтологичный ответ, да? Ну да. То есть, почему результат может быть не одним и тем же? Потому что мы во VR можем опираться на уже измененные? Да, потому что мы можем написать странную вещь. Например, вот вместо этого написать VRCelary меньше, чем и там select, там. AVG. Вот, например, так. Это не очень хороший апдейт. Так делать не надо. Да. Ну, в смысле, это плохой стиль, но это нормальный запрос в СБД. Это что? Очевидно, что вот в зависимости от ордер бая, если ордер бая не указать, то недетерминированный порядок. То есть, вы, ну понятно, да? Вы повышаете кому-то зарплату, от этого средняя зарплата повышается, и от этого кому-то другому повышает зарплату. И в зависимости от того, в какой порядке их повысится, кто-то может либо попасть в повышение, либо либо не попасть. Вот. Ну, естественно, все-таки более приличный стиль это все-таки взять, вычислить заранее, да? Но вот примерно так. Окей. Значит, у апдейта может быть CTE в некоторых СБД. То есть, вы можете написать здесь NIS, ну и что-то там пытаться сделать. В основном, конечно, нас интересуют рекурсивные цитаты. Хотя вот это тоже можно вынести. Но, вот мы с вами на прошлом занятии много говорили, я повторяться не буду про обновления деревьев, но про, мы будем говорить про селекты из деревьев, да? Про выбор из архитических структур. Но с обновлениями там аналогичные ситуации. Мы можем захотеть вот там все товары из данной категории, там что-то с ними сделать, переместить там в другую категорию. Вот. Ну и, соответственно, такие вот запросы могут быть. Значит, дальше. Симметричный оператор. Delete. Опять же, если просто Delete, то все удалится, да? Значит, может быть опять же условие, может быть опять же ордербай, в общем, все то же самое совершенно. Может быть в некоторых СУБД ВИЗ. Значит, ну, такая небольшая тонкость связана с тем, что в большинстве СУБД, особенно при наличии транзакций, как бы, ну, вот у нас могут быть много причин удалять что-то из вас. Да, да. Одна из причин – это, ну, как бы, действие согласно бизнес-логике. Ну, вот мы хотим эту запись удалить. Довольно интересная причина может быть для повышения производительности. То есть, наша информация в ВИЗАТах может представлять, может быть, какой-то кэш. Или, может быть, какую-то временную таблицу. То есть, какую-то информацию, которую мы там сгенерировали, что-то с ней сделали, и потом хотим ее удалить, ожидая, что в этот момент освободятся ресурсы. Это освобождение, по факту, может не произойти в течение длительного времени, потому что, ну, в общем, СУБД устроена сложно, и она там что-то сама делает. Вот, в связи с этим некоторые СУБД содержат дополнительные команды, например, TrunkAid, сейчас там есть команда. Ну, там, TrunkAid, там, у них обычно просто. Которые делают то же самое, но освобождают ресурсы немедленно. Ну, естественно, у нее, ну, там, я точно не помню, по-моему, TrunkAid, в общем-то, в Кринализации нет В, то есть, значит, вот все, вот я прям не хочу. Ну, соответственно, иногда может приведиться. СУБД, тут какая ситуация? Вроде бы, как вот есть некая ниша, да, вот мы говорим, ну, вот есть некие приложения, для которых СУБД хорошо подходит, и вот есть какие-то пограничные, для которых подходит, может быть, не очень, и вот есть приложения, для которых они вообще не предназначены. Но, тем не менее, популярность высокая существует, например, в ММО-РПГ, мультиплеерная онлайн-игра, полностью написана на СУБД, то есть, в смысле, там, ну, там есть язык по SQL, внутренний СУБД, и вот вся игра написана вот на этом. Потому что, ну, и вроде бы как, ну, это, я не знаю, сейчас она, возможно, уже не существует, это, там, лет 7-8 назад было, но, ну, авторы там писали блокпосты, что да, нам нормально было, пишем, все хорошо работает. То есть, существуют странные экзотические применения, и использование СУБД в качестве, ну, такого вот, ну, дамба, да, то есть, временного, относительно высокопроизводительного хранилища информации, грубо говоря, там, кэша, оно довольно популярное. Существует специализированное СУБД, мы с вами про это поговорим, которые, вот, на эту функцию прям сильно упираются, да, то есть, они говорят, вот, там, хайф какой-нибудь, да, то есть, мы говорим, что в нашей СУБД будет ослаблен функционал, в смысле, вот, там, у нас селект попроще, там, бизнес-слойники не так хорошо поддерживаются, но зато мы умеем очень-очень быстро, вот, если нам дадут терабайт данных, мы сможем залить эти данные в СУБД очень быстро, очень быстро их оттуда вытащить, ну, там, не по-любому критерию, но зато по тем, по которым мы умеем, мы прям быстро ищем, и потом очень быстро освободить пространство, вот, и системы, ну, грубо говоря, если вы, там, какой-нибудь, там, ну, условно, Яндекс, ВКонтакте, Гугл, да, то есть, вот такого рода системы, такого масштаба компаний используете. Вот, но в то же время многие, ну, пусть тот же Passgres или тот же EscoLite, они, ну, как сказать, ну, как бы подпирают снизу, да, то есть, вот, есть некий рынок, насколько должны быть большими, чтобы нам перестало хватать Passgres, например. Вот, я утверждаю, что в России компании, которым не хватает Passgres, ну, условно, да, возьмем Passgres, конечно, такого яркого примера, ну, может быть, их пять. То есть, вот, развитие стандартных EscoLite движков, оно, ну, естественно, идет за счет, в том числе, включения в них новых идей, исследований, которые проводятся экзотическими СУБД. Вот, и когда вам говорят, давайте все напишем на MonGDB, подумайте два раза, ну, например, да, на какой-нибудь СУБД вот нестандартный, потому что они, они действительно быстрее, у них есть свой, свой юстейс и своя статья, например, вот, смотрите, вы там, Твиттер, и вот смотрите, да, Твиттер-то пришлось принести на собственную СУБД, вот, вот, но если вы не Твиттер, то, возможно, или, там, Твиттер-после, значит, сейчас происходит некая оптимизация, возможно, они выяснили, что это тоже не нужно, с лишними тысячами сотрудниками, лишняя СУБД. Вот, значит, соответственно, примерно так. Окей. Значит, удаление. Теперь, как ни странно, более сложный император insert. Значит, insert into таблицы. И дальше у нас есть вариант. Вариант первый. Values. Ну, и в скобочках там еще запятую пошли значения. Вот, мы с вами этот вариант, в принципе, уже видели. Значит, что он означает? Вставить вот эти значения в поля таблицы, в том порядке, в котором эти поля перечислены в kt. Если нас этот порядок не устраивает, мы можем вот здесь перечислить поля, ну, в том порядке, в котором мы хотим, чтобы они были здесь. Если мы хотим вставить несколько записей, то многие СУБД поддерживают синтаксис, ну, вот такой вот, через запятую, много раз можно указывать картежи, ну, и, как бы, первая запись, вторая запись, третья запись и так далее. Мы с вами поговорим про, ну, если вы с СУБД общаетесь при помощи клиентского программного обеспечения, то бишь, ну, пишите программу, например, на питоне, которая вызывает SQL, то вот это, на самом деле, не очень удобно, потому что получается, что, ну, как бы, длина вашего SQL-запроса зависит от количества вставляемых элементов, и поэтому лучше сделать вот так, но в цикле. Вот, и, ну, и там есть некие последствия для производительности, о которых мы иначе позже скажем. Ну, это не все. Вместо вот этого можно написать insert into select, ну, и дальше произвольный select. Ну, что это означает? Взять то, что вы достали от select и поместить вот сюда. То есть такое массовое присваивание. Ну, очевидно, достаточно полезная операция. Вот, понятно, что вот эта таблица, она будет, ну, в некотором смысле, такой производной, да, то есть в идеальной математической модели реализационной базы данных. Как бы такое никогда не должно требоваться, потому что всюду, где мы можем использовать вот эти данные, мы можем как бы подставить вот эти. Ну, на практике вот все это кэширование там, перекидывание из одной из по другую, это довольно типичный пример. Ну, и некоторые SUBD поддерживают все эти там еще default-values, например. Довольно бесполезная строчка, которая позволяет вставить записи всех дефолтов, если у всех полей дефолт есть. Так, теперь, как видите, все было довольно просто, но есть еще дополнительные тонкости. Значит, смотрите, например, когда мы вставляем запись, помните, я вам говорил, есть проблема. Проблема стоит в том, что мы этой записи должны присвоить идентификатор. Идентификатор можно присвоить несколькими способами, да. Ну, первый способ – завести счетчик, наиболее популярный. Мы с вами тоже обсуждали там create sequence, да. И этот счетчик вставить в поле ID. Мы с вами тоже. Спасибо. Спасибо.